Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 марта. Я вот сегодня выставила свои лотки в теплицу и пошла искать монгольского карлика, потому что меня просили многие зрители показать, как выглядит у меня монгольский карлик, потому что им кажется, что у них он очень-очень маленький. Но вот вы понимаете, что найти монгольского карлика среди вот такого большого уже моего населения было сложно, но сегодня я его нашла, несколько дней искала, не могла найти. И хочу сказать вам, что вот сейчас меня просили указывать температуру в теплице и за бортом. Сегодня у меня в теплице, куда я выношу вот эти вот, сейчас подождите против солнца, ну короче в теплице 42 градуса, накалилось очень быстро. Еще вчера было у нас холодно и днем было, минус был большой, ночью уже потеплело, стало минус 4, а сегодня днем, вот сейчас у нас на улице плюс 6, и на всю неделю такая же температура, плюс 6, плюс 7, так что здесь температура очень быстро поднялась. Вот мне сейчас придется, вот стою, думаю, открывать форточки или нет. И открывать страшно, и не открывать выше 40 градусов, температура тоже большая. Дело в том, что сейчас им еще нормально, но время всего лишь 12 часов, что будет в час или в два, а мне нужно съездить к зубному врачу. И вот я боюсь, даже выйти из дома не могу, боюсь, вдруг уйду, а им станет жарко. Вот в чем проблема. Я сижу около них и сторожу, то им холодно, то им жарко, и вот стою размышляю, открывать форточку или нет. И как раз вот заодно поискала карлика монгольского. Вот смотрите, вот это посев одного дня. И вот это вот, вот этот вот, и вот этот вот. Но здесь у меня низкорослые, вот тут вот там, сибирская тройка, госпожа удача, клуша, те, которые 50-60 сантиметров высотой, они, конечно, выше вот этих. Это у нас уже высокорослые, сейчас скажу вам, любимый праздник, розовый мед. Ну, такие они уже с нормальной структурой. И вот здесь вот, в самом уголке у меня хранятся карлики. Они действительно карлики. Им уже, так, посеянный 3 февраля, им, короче, уже месяц с тех пор, как они взошли. Они еще до сих пор вот такие крошечные. И недаром люди удивляются, почему такая маленькая рассада. Но, скорее всего, она такая и должна быть, потому что я еще полностью, я говорила в прошлом году, не изучила монгольского карлика. Мне в том году давали немного семян. И я прям несколько штучек высаживала. В этом году посадила в несколько сроков. Вот один в феврале посеяла, другой сейчас в марте посею вместе со всеми. И посмотрю. И, наверное, правы те люди, которые говорят, что его сеять нужно пораньше, что он очень туго думай. Ну, смотрите, как выглядит месячная рассада монгольского карлика. Это очень мало. Тут же стоит рассада, посеянная в этот же день. Ее уже нужно пикировать по стаканчикам. Она выглядит нормально. И даже те, которые с ним соседи по лотку, они хоть и низкие, но они выглядят немного как бы, как сказать, покрепче. А этот, ну, совсем карлик к карликам. Ну, вот пока что монгольский карлик очень маленький. Вот такой у меня карлик. Оправдывает свое название. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!